В Большом Алматинском супермаркете мы нашли 7 образцов продукта. 5 образцов сметаны было 15%, 1 образец сметаны 20%, и 1 образец сметаны называется сметанавна, это сметанный продукт 15% жирности. В лаборатории Центра испытания качества продукции продукцию обезлечили. Баночки пронумеровали, а их содержимое переложили в стаканчики. Эксперты работали с анонимными образцами, выставляя оценки по органолептическим показателям. Вкусу, консистенции, запаху, цвету. А после выставления оценок эксперты ознакомились и с маркировкой продукции. Образец номер один. Сметана Адал, 15% жирности. Отличный образец. Приятный кисломолочный вкус, нежный сметанный запах, плотная консистенция. Оценка 9,8 балла из 10 возможных. Второй образец. Адари. Сметана 15% жирности. Плотная консистенция, кисломолочный запах. Соответствует названию продукта. Если брать по вкусовым качествам, значит, мне образец номер второй показался, что там немножко присутствует вкус сухого молока. Более он как бы выраженный вкус сухого молока. Но это не является нарушением. Но некоторые, например, потребители этот вкус не очень так как бы любят. Оценка 8,8 балла. Третий образец. Сметана простоквашена, 15% жирности. Консистенция однородная, без крупичитости. Поверхность, как и полагается, глянцевая. Третий образец сметаны, это простоквашена, значит, немножко кисловатый вкус. Но тоже, опять же, как бы на любителя. Кто-то любит менее пресную сметану, кто-то любит более кислую сметану. Оценка 9,2 балла. Четвертый образец. Сметана домик в деревне, 15% жирности. Однородная, плотная, консистенция. Кисломолочный, слегка рисковатый вкус. Приятный запах. Оценка 9,10. Пятый образец. Сметана фудмастер. Президент, 15% жирности. Очень вкусная сметана с хорошей консистенцией и нежным кисломолочным запахом. 9,8 балла. Шестой образец. Сметана амиран. Жирность 20%. Вкус мягкий и нежный. Аромат кисломолочный, сметанный, как сказали эксперты. Консистенция однородная, плотная. Оценка 9,8 балла. И седьмой образец. Сметанный продукт сметановна. Эрман. 15% жирности. Конечно, сравнивать сметановну со сметаной некорректно. Это разные продукты. И сметановна не обладает полезными свойствами настоящей сметаны. Но раз уж этот продукт тоже стоял на прилавке, мы его и прихватили. И он оказался очень даже неплох. Консистенция однородная, без крупинок и расслоений. Запах кисломолочный. Ну, разве что в послевкусе ощущался посторонний привкус. Оценка 8,8 баллов. Все образцы были как бы очень вкусные, хорошие. Все понравилось. Без всяких замечаний. По маркировке все соответствует. Ну, хотелось бы отметить, что мы пробуем сметану не первый раз. Экспертизу проводим. И нужно сказать, что как-то вот с каждым разом все лучше и лучше. И, наконец, вот мы пришли к тому, что вот 7 образцов попробовали, все они соответствовали требованию нормативных документов. И получили довольно-то высокой оценки. Главное, отметили эксперты, перед покупкой надо внимательно читать маркировку сметаны. Как показала наша дегустация, на этой маркировке указана вся информация о продукте. Нужно смотреть, чтобы действительно при делах сроков нужности, чтобы температура соблюдалась. Если действительно это продукт молочный или молокозодержащий, это на маркировке можно узнать только. И что радует, в этот раз в нашей дегустации не было аутсайдеров. Все образцы отличного качества, без изъянов и дефектов. А вот победителей сразу три. Сметана Адал, Амиран и Фудмастер получили очень высокие оценки. 9,8 баллов из 10 возможных.